внезапное включение почти гиггера рад приветствовать всех телезрителей и радиослушателей с вами бутылку с кусок кинжала да я сегодня копаем 5 доделаны доработаны вот такой красивый нормальном корпусе с хорошими кнопочками речь не об этом кусок кинжала если я не знаю на широкоформатники хорошо видно нет web идет поле оставленная под пара перепаха на и по всему поле кирпичи но не по всему прикиньте кирпичи сигналов черняшки вагон сейчас покажу вот кусок кинжала реально кинжала прикиньте два пальца три даже шириной вот тут еще мелочь наковырял вот первая интересная находка кусок ножа огромный даже либо мясницкий нож либо реально кусок кинжала но обычно вот такой вот сгон на острие делали для того чтобы все-таки колоть может быть это и какой-то боевой но сомневаюсь я в этом скорее здесь будет ход постройки потому что я нашел короче какой-то ну типа дверной крючок вот тут недалеко где-то там деревне мы находимся в 60 километрах от улы просто вот попалась такой вот на и незабвенная лопата и вот смотрите постоянно срывается срабатывает в общем кинжал тут определился как очень мощный сигнал вот ну и соответственно вот что-то не очень большое то есть каждую там пару метров попадается что-то веселое добавим убавим чуйку добавим грубости ну-ка еще разочек блин я не стал брать налобный крепеж свой с собой сейчас а даже не здесь по моему он вот он гвоздь лежит не прям на поверхности вот гвозди причем попадаются как современные так и не очень современные хороший здоровый гвоздь продолжаем ковырять интересные находки буду показывать вот так вот в общем начало чудное положено что-то опять что-то интересное конечно было бы прикольно ко всем инструментом которые я уже нашел добавить еще и цельный нож неважно как в каком состоянии просто чтобы было серпта уже был вы его не видели но он был как всегда все самое интересное лежит прямо на поверхности опять точно такой же не вспомните с предыдущего ролика вот они квадратные отверстия это нож от какой-то сельхозтехники видимо ломали по кирпичам отлетали они только так вот эта хрень имеет хороший вес вот это уже пускать почти не зря приехал ровно такая же фигня вот отверстие прямоугольное здоровенное здоровенный кусок луга отвала не знаю как это назвать я ухожу дальше от машины все ближе клэп ну вот так приятно приятно логично что сельхозтехника при распарке такого пиздеца смотрите кирпич вот прямо обороте кирпич начинается метров шестьдесят на 70 не стал я брать свой лазерный линомер для снайперских стрельбу из пневматической винтовки хатсон страйкер из тысяч господи ко мне вернулась моя любовь почесать языком в общем вот вот так вот эту штуку мы конечно же приберем я тут на полпути решил сделать сохранить не схронти как меточку я ее уже потерял где-то у меня здесь кучка лежит кирпичиков блин ну вот видите кстати да вот сразу показать так показать вот наконец-то действительно предмет старый квадратного сечения вот квадратного сечения натурально кованый гвоздь дореволюционный это точно это не знаю чего хотя кстати довольно легкая фигня может бронзовая это на сколе вроде так серебристым отливает то есть то есть все-таки железка вот но теперь не потеряю воткнул кусок железа поперек солнца воткнуть чтобы тени образ вот теперь точно увижу горшка осколок судя по всему не сложно судить видимо осколы горшка и тут бабах вот это уже предмет искусства между прочим это вот ворот или вот чего-то такое но у меня от забора верхняя часть шпиль шпиль кусок забора много таких везде стоит но я так и предполагал то есть вот пяти метрах может чуть больше сарай очень много дурацких сигналов таких очень много кирпича битого причем не кирпича не кирпича вот если вы присмотритесь это не кирпич и вообще на самом деле вы видите не землю вы видите камень это зараза камень белый песчаник не обязательно белого моток вот вот он известняк и прочее приходится чуть ли не фундаментом проковыривать причем судя по всему да где-то я тут наткнулся вот фундамент вот в этой яме огромный видимо и есть фундамент там я ничего особо интересного не нашел такая хорошая бабушка такой кусок прута вот то есть понимаете вот куда ни ткни уже вот хренак кирпич такая вот ерунде не как тут что собирались сажать я не знаю но при этом попадаются достаточно современные наш красный кирпич вот хороший хорошо сохранившись с очень ровными гранями ровно 90 градусов то есть ну хорош кирпич где-то наверное полтора часа я поковырялся вот в общем-то все находки которые собрал ну каких-то особо совсем интересных вещей нет вот огромная дверная петля на нее набивались доски где-то был тут хорошо сохранившись а вообще отличный а вот он хорошо сохранившийся кованный гвоздь прям люблю такие вещи и самые интересные находки вот часть огромного тесака прям обломок кухонный видимо нож короче маленький может быть от ножниц обломочек и вот вот этот кусочек фигни от забора или от чего вот как внутренности пирата теперь у меня выглядит переделал я всю кнопку лечка все дела вскрыл я для того чтобы вольтметр китайский подключить вольт ампер метр сейчас подключу посмотрю что у меня по вольтажу потому что две батарейки они видите чутка старые 18 650 разумеется через повышайку вот ну тут вот она она приклеена сейчас интересно узнать сколько вот он за полтора часа сожрал то есть я с собой взял запас из четырех получается комплекте давайте как-нибудь это дело померяем его знает что там будет видно попробуем здесь погрешность хорошая но это особый ролик для меня не играет потому что достаточно просто понимать вообще не подходит ли к трем вольтам то есть там погрешность 0102 вольт и защита фонаря 41 я не знаю видно хорошо нет вообще не разрядился мой батарейный блок отлично значит что я правильно сделал потому что на форумах ну на форумах радиолюбителей обычно пишут вот там ставьте свинцовые отдельные большие на хрен не надо за глупость зачем таскать такую тяжесть с собой когда можно вот или банки поставить за полтора часа разряд до 4 1 вольта ну то есть вас вообще по сути по сути разряда нет вообще ну на самом деле я так и рассчитывал получается его нормальное потребление там от 40 до 60 где-то миллиампер получает в пылище блин этого всего на чего хотите поле башня вот 40 60 миллиампер получается если с повышает из 3 7 ну блин где-то 200 миллиампер наверное уходит ну это как минимум пять часов на одной батарее минимум это если считать что емкость по 1000 это на самом деле языка из аккумуляторной батареи ноутбука у меня таких вот 6 получается их емкость должна составлять это 2 400 наверно 2 600 то есть по факту часов 10 непрерывной работы от одной от одной разумеется здесь то есть примерно на сутки мне должно хватать каждого каждого заряда подъехали матерые любители или может быть так пол профи короче наконец вот это я называю нормально весь улов целая подкова там всякая такая мелочок еще на другом поле это уже постарше интересные штуки но это от комбайнов гвоздь тоже но уже в негодном состоянии но кованый 23 кусочка метеоритного железа опять же какие-то осколки комбайнов кусок втулки а вот это вот вообще невозможно идентифицировать никак кроме вот этого пожалуй не знаю что это такое застежка кусок упряжи какой-нибудь конный или что такое может булавка шило вот такая вот штуки то есть очевидно острое что-то такое вот что-то такое постарше но все на сегодня хватит пожалуй как ориентировочно килограмм 15 наверно кучка арматура хорошую но я думаю потянет неплохо сдам отчитаюсь подкова оставлю для сломанную подкову я пытался отреставрировать отреставрировал получилось в принципе не дурно но вот с этой вот повожусь и вот наверное вот это как раз дома и прибью все-таки она целая гнутая по ней трактора ходили вот она не плоская делать пятка вот это вот выгнута назад ну ладно будем закругляться посмотрим да да точно быть точным с учетом всех перемещений прочей фигни значит где-то 7 до 13 часов до 6 часов получается в общей сложности из них часа четыре точно как минимум работал металлоискатель и он по-прежнему работает сейчас откроем померяем я думаю что здесь будут все те же самые 4 вольта ну потому что реально я рассчитывал так чтобы можно было вот с одним комплектом батареи ездить ну там на выходные там на день на целый как минимум как минимум блин надо как придумать как бы ее закреплять крышечку ты не моменты истины смотри там ребят подтягиваются тоже наверно скучно стал очень то наверно нашли и если захотят расскажу так 40 до даже 41 проскочил вот так то есть здесь все вопросы снимаются можно на весь день есть с комплектом аккумуляторов на 1 изумительно прибором я вот доволен доволен дискриминация такое это для совсем фанатиков меня на хрен не надо сейчас узнаем сколько все это весит сколько все стоит и так понятно что нет ну я думаю что поганки ну похоже на поганки д особо я стою прям под грушей в общем в общем морды комаров диаметр катушки для сравнения 21 с половиной собственно примерно такого размера грибочки и побольше чуть-чуть это даже стрёмно его лопать еще как вылетит из него гора этих но попробуем размеров дождевичек блин наверно даже есть можно ах мария полчища просто просто кошмар они живут меня и груш падают painful нога целовеку они затылали бух помоему тысячу лет прикольно но мы находимся короче на окраине какого-то сада он дальше вот это сад вот мы стоим на грушах то есть вокруг вокруг нас огромные груши и клёны но где здесь был дом совершенно непонятно был ли он здесь конечно логично ну ладно так на самом деле я просто затянул видео в прошлом собственно я не сдавал металл поэтому так и получилось что металл не знал я не знаю его вес но получилось приличный прилично повес потому что ящик был тяжело поднять килограмм 20 наверное вот может быть даже бледная поганка классическая самая настоящая можно скушать и откинуться давайте отсюда выбираться вернемся к машине место прикольное но сюда нужно залезать чем-то другим не кажется со средством от комаров да со средством от комаров это важно они кстати прокусывают даже через вот эту синтетику через перчатки меня кусают вот натурально то есть туда соваться я не знаю это надо топор армейский армейский костюм непробиваемый ну просто хорошего такую даже хб-шку такого плана и в атаку прямо проламываться насквозь не щадя себя но надо знать что там хорошо видно или нет вот зачем на ниве вот такой вот порог на нем удобно сидеть ну конечно с учетом самого порога самой резинки но на него можно встать залезть наверх а еще на него можно положить пятишку приоткрыть крышку и сделать кстати горячая практически вода то есть машине дышать невозможно господи лето наступило в середине августа казалось бы или день уже был на балл он должно быть день вкс был ввс буквально позавчера сегодня 14 число но второго этот выдавая да то есть все уже вот конец лета все последние жаркие дни должны быть вообще именно жаркие они первые по факту в этом году нет ну конечно было да там в июне что не все после этого больше месяца ни одного нормального такого яркого солнечного теплого дня теплого я не говорю жаркого теплого дня даже не было неделями стояла не выше 20 фигня в общем вот лайфхак ну и мы с вами прощаемся да да до встреч потому что будем дальше лазить изучать вот наткнулись еще на интересное местечко надо все таки как следует там вот пенечки я на нем петлю оставил я думаю еще как-нибудь подберу но все зависит от все зависит от настроения вот так вот всем всем хорошего настроения и хороших погодных погодных дней не профукать или это остаток вот так вот а то уже все две недели и школах